МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. Наурыз Мирамы объединил карагандинцев. По какой причине жители поселка Сахалин недовольны своим участковым врачом? Смотрите в репортаже Николая Кравца. Почетный шахтер Иван Ковешников отметил столетний юбилей. Курултай блогеров прошел в Караганде. Караганда с размахом отпраздновала Наурыз Мирама. В городе на шести площадках было установлено 70 юрт. Каждый горожанин смог почувствовать весенний праздник. Главные гуляния проходили в Центральном парке. На набережной Центрального парка установили большую сцену. А саму каскадную площадь заняли юрты и прилавки с национальной едой и сувенирами. Насколько серьезно в мире относятся к этому празднику, говорит тот факт, что ЮНЕСКО объявило Наурыз как нематериальную культурную ценность. А простые карагандинцы просто радовались. Наурыз – это непрерывная связь времен и поколений. У самого входа на набережную гостей праздника ждали беркутчи с хищными птицами. Ребятишки оттачивали свое мастерство в древней игре в асики. Главное шоу началось ровно в полдень. Первыми на сцену вышли творческие коллективы Караганды и Астаны. Они представили на суд собравшихся театрализованную постановку «Менделик ель», в которой раскрыли важность традиций и обычаев, переданных нам далекими предками. После того, как представление подошло к концу, слово взял Акимобласти Бауржан Абдишев. В нынешнем году Наурыз Мирамы имеет для нас особый смысл. Мы отмечаем его под знаком идеи президента страны, лидера нации, Нурсутана Абдиша Назарбаева «Менделик ель». Семь принципов, которые отражают наши базовые ценности, общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана. И, безусловно, одной из этих ценностей является Наурыз Мирамы. Наурыз – это символ возрождения мира. Это вечно молодой праздник. В праздничную программу входили и спортивные соревнования. Так прошли показательные выступления спортсменов по аркан-кату, гиревому спорту, арм-рестлингу Асык-кату. Своё мастерство продемонстрировали члены клубов восточных единоборств и национальной борьбы Казах-куресей. В местах массовых гуляний многодетных и малообеспеченных семей ароманов, одиноких пенсионеров, угощали науруской же, баурсаками раздавали продуктовые наборы. Был проведен конкурс баурсаков среди пекарин Караганды. Причем процесс замеса теста и обжарки происходил на виду у зрителей, которые затем и определяли победителей. Сергей Высокосов, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Ярко встретили восточный Новый год жители Казбикбийского района Караганды. Парк Победы расцвел национальными одеждами и улыбками горожан. Наурыз стал символом возрождения мира и добра. Кажется, что все жители района сегодня пришли в Парк Победы. Ими сделано немало для процветания города и своего района. Единство народа проявляется не только в труде и сплоченности во время невзгод, но и во время празднований и радостных событий. Умение радоваться вместе так же важно, как и умение поставлять плечо другу. Наурыз несет традиции и обряды древности, которые и сегодня остаются образцами высокой нравственности и духовности. Крепкий фунтамент дружбы и согласия, доверие и взаимопонимание, которые мы заложили за годы независимости, позволяет нам встречать нынешнюю весну с оптимизмом и уверенностью в будущем. Традиционный день весеннего равнодействия знаменует начало нового периода. В этот день мы осмысливаем пройденное время, подводим итоги, строим новые планы на будущее. В Парке Победы и стар, и млад не только смотрели выступления артистов эстрады, но и могли найти развлечения по своему вкусу. Конкурсы сменяли друг друга. На столах радовала не только глаз, национальная еда. Встречи, разговоры, танцы, улыбки сопровождали жителей Казабибийского района весь день. Вместе со всей страной Караганда встречала наурыз. Сергей Высокосов, Бахея Руспанов, Первый Карагандинский. Всеми любимый праздник наурыз в городе Саране отмечали игрой на гармошке и дамбре. А веселые скоморохи и ростовые куклы зазывали жителей поучаствовать в спортивных состязаниях. Одна из главных тем наурыза нынешнего года в Саране – это национальная идея лидера нации Мангелик Ель. Прачечная программа была направлена на раскрытие семи основных ценностей Казахстана. Ко всем жителям города с поздравлениями обратился Аким города Мухтар Адамбеков. Символично, что нынешний наурыз Мираме отмечается в год шестилетия Сарани. Все силы, помыслы и дела каждого из нас направлены на процветание родного города и страны, где живут и трудятся люди различных национальностей и конфессий. На центральной площади в Саране разместились импровизированные юрты. Во время праздника особое внимание было уделено малообеспеченным гражданам, инвалидам и ветеранам. Жители Сарани с нетерпением ждали этот праздник. В этот день они поздравляли друг друга и угощались национальными блюдами. Поздравляю вас с праздником наурыз. Желаю всего самого хорошего, семейного благополучия, здоровья. Желаю вам успехов в труде, детям в учебе. Жители города развлекали добрые веселые скоморохи и ростовые куклы. Люди состязались в таких спортивных играх, как Тогыску-Малака, Закша-Курес. Для всех желающих было предусмотрено бесплатное угощение баурсаками, наурыз-Коже, пловом и сладостями. Праздник продолжился концертом с участием творческих коллективов города. Николай Кровец, Габиден Куршпеков, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Майкудукцы отметили наурыз в юртах. Жители Октябрьского района отпраздновали главное весеннее событие в национальных одеждах, сидя за круглыми дастарханами в богато украшенных юртах. Амина Смакова продолжит. Главному весеннему празднику майкудукцы готовились тщательно. При поддержке Акима Октябрьского района около девяти школ, интернатов и других образовательных учреждений установили в парке на главной площади юрты. Преподаватели вместе с учениками не только юрты ставили, но и готовили праздничную еду. Наурыз-Кожей, бешпармак, хворост, плов, сурпа и другие вкусности были в изобилии в этот день. В каждой юрте распевались песни на казахском языке о наурызе. Устраивались национальные игры. На улице можно было попробовать только что приготовленные баурсаки. Кроме этого, в парке была установлена небольшая сцена, на которой различные творческие кружки пели, танцевали и разбрасывали шашу. У людей глаза просто разбегались. Праздничные столы каждой юрты ломились от угощений. Учителя старались угостить всех. 35-я школа имени Юрия Николаевича Бавлова, которая находится на востоке, три всех угощают. Вот, пожалуйста. Кто такой юртубик? Не спите, будьте наши молодцы тоже. Пожалуйста. Карагандинский горно-индустриальный колледж в своей юрте угощал бешпармаком, пловом. Свежайшее мясо прямо исчезало на глазах поваров. Люди угощались, поздравляли друг друга. Это настоящий праздник для всех нас, для работников образования, для жителей нашего города, для наших учащихся. И вот сейчас очень приятно, когда встречаешь здесь своих учащихся, своих бывших ветеранов. Пришел совет ветеранов, зашел Аким района, посмотрел. Мне очень приятно, что есть такие праздники. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, пожелать крепкого здоровья, благополучия нашему Казахстану и процветанию во всех делах, начинаниях. Я все восемьдесят лет, творим, все поженивы, спокойны. Наурыз объединяет. В этот день принято прощать. Все обиды, веселиться, съедать тонный паук в сахарах и держать добрые дела. Наурыз, мир и выгодь. Амина Смакова, Ужас Габбасов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Карагандинцу, ветерану войны и труда, почетному шахтеру Ивану Ковишникову в дни празднования Наурыз исполнилось 100 лет. Ветеран отметил юбилей в кругу родных и близких. Лично поздравить Ивана Ковишникова приехал Аким района имени Казбекби и Рустем Кабжанов. С днем рождения. Спасибо. Вот здесь вот вам адрес приветственный. Небольшой подарок. Поздравляем вас с днем рождения. Спасибо. Желаем вам все равно крепкого здоровья. Желаем, чтобы вы жили долго. Ваши родственники, как у казахов говорят, пока есть родители, мы все дети. Поэтому пока вы живы, здоровы, ваши дети с вами всегда будут ощущать себя маленькими. Они всегда будут на вас смотреть и будут все делать. Иван Ковишников приехал в Караганду в 1958 году. И здесь всю свою жизнь ветеран проработал шахтером. У Ивана Ковишникова трое детей, пять внуков, шесть правнуков. Несмотря на учебу, работу, семья собралась вместе, чтобы отпраздновать, пожалуй, самый главный день рождения в жизни ветерана. Внуки и правнуки не скрывают своего волнения. Ведь такое событие, такая дата не каждый день у любимого дедушки. Для меня он очень дорог. Они вложили в меня то, что у меня есть. Это и первые азы азбуки, как говорится, и первые азы воспитания моего. Поэтому я ему очень благодарна. Внуки почетного ветерана выросли, а правнуки подрастают. По словам правнуков, дедушкиными историями о войне и шахтах можно заслушаться. Всегда интересно послушать его истории. Он где-то может подсказать, где-то посоветовать. Юбилей отметили в теплой семейной обстановке. Стол был заставлен любимой едой ветерана. Горячий чай, сладости, фрукты. По словам Ивана Ковишникова, его 100-летний день рождения – один из самых лучших юбилеев в жизни. Амина Смакова, Габиен Куршбеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Многочисленные жители поселка Сахалин недовольны своим участковым врачом. Пенсионеры говорят, что с ними она разговаривает грубо и даже иногда выражается нецензурными словами. Чем не угодила женщина в белом халате, разбирался Николай Кровец. Потом я прихожу, она наклоняется и говорит, будьте жаловаться, вы получите срок. А я думала, какой же я срок получил. Пенсионерка Мария Козенкина, так же, как и многие другие жители поселка Сахалин, больше не хотят молчать. Дело в том, что людей не устраивает работа участкового врача поликлиники номер 4 Ларисы Марциоха. С пациентами она ведет себя высокомерно, постоянно грубит и без причины выставляет больных за дверь. 62 года человеку пришел к ней на прием, она его не приняла. Вы знаете, какие бы там ни были аргументы, которые она будет приводить и сейчас, и когда приводила, это не аргументы в том, что она сделала так, что человек погиб. Человек умер, и это вот стала наша последняя капля. Мы все собрались, когда были похороны. У нас здесь сейчас мало, потому что люди работают. По словам старшей дочери покойного, когда ее отец Владимир пришел на прием к врачу, он уже чувствовал себя плохо. Медработник сразу не приняла мужчину и сказала, что он гражданин Германии. И пусть его обслуживают врачи на платной основе. После чего он прожил еще две недели, а скончался от пневмонии. Он очень обиделся, потому что он здесь живет уже 8 лет по виду на жительство. А до этого он здесь работал и жил, он здесь родился, в Казахстане, в Караганде. Он очень обиделся и ушел домой. Он до последнего дня работал. То есть в пятницу он еще последний день работал. В субботу у него поднялась резкая температура. И в воскресенье его увезли в реанимацию. И в понедельник он умер. Здравствуйте. Здравствуйте. Пусть я, пожалуйста. Вот это тот участковый врач Лариса Марциоха, на которую жалуются жители поселка Сахалин. В медицине она работая довольно долго. Что послужило тому, что на нее жалуются пациенты, она решилась говорить, но не на камеру. Смерти Владимира Шмидта она своей вины не видит. Субботу, 15-го, я дежурила здесь в поликлинике. Обслуживала все вызыва. Вызвали они скорую, 16-го. Все эти разборки не было. Первая скорая недоценила состояние. Вторая скорая отвезла в реанимацию, потому что был инфекционно-токсический шок на фоне пневмонии. Пневмония может развиться молниеносно. Он у меня был последний раз 26 февраля. Это не две недели, это три недели до смерти. Как отметила заместитель директора по лечебной работе поликлиники номер 4 Маргарита Засухина, жалобы на участковых врачей поступают периодически. И не только на Ларису Марциоха. Работа врача связана с обслуживанием большого количества людей. И поэтому не получается удовлетворить всех. Доктор работает у нас уже больше 20 лет. Стаж работы. Имеет первую квалификационную категорию. Доктор очень грамотный. Но если какие-то бывают недоразумения, мы стараемся решить все эти проблемы на месте. По принципу здесь и сейчас. То есть пациент любой может обраститься в администрацию поликлиники, к заведующим отделением, к заместителю директора, к директору поликлиники. И эти вопросы мы на месте решаем. А пока жители поселка Сахалин просят поставить на должность грамотного, вежливого и знающего свою работу участкового врача. Услышат ли их руководство в поликлинике номер 4, пока неизвестно. Мы требуем, чтобы ее убрали. Мы знаем, мы уже догадываемся. Мы догадываемся, кто ее это самое. Николай Кровец, Карат Рашидов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинский. Житель Тимиртау Никита Ефимов сегодня работает в интернете, не выходя из дома. За свой труд молодой парень получает больше двух тысяч долларов. Как это у него получается, узнавал наш корреспондент Николай Кровец. Вы когда-нибудь испытывали чувство нехватки денег? Скорее всего, вы ответите «да». А что вы делали для того, чтобы это изменить? Постоянное место работы у Никиты Ефимова сегодня – это интернет. Оказывается, что вариантов для заработка денег во всемирной паутине много. Вначале молодой парень занимался почтовыми рассылками. Суть такой работы заключается в том, что человек выполняет простейшие задания. Выступаете в различные группы в социальных сетях, переходите на сайты, читаете рекламные письма и так далее. Но минус такого заработка заключается в том, что там очень маленькие суммы. Ну, то есть 50 долларов в месяц – это, в принципе, та сумма, которую можно в месяц достичь на таких сервисах. Чтобы зарегистрироваться, у вас должен быть вебмани кошелек. Сегодня в интернете предлагается много способов открыть свое дело. Но лучше всего обращаться к людям, которые разбираются в этом деле не понаслышке. Никита Ефимов, когда начинал появляться на просторах интернета, столкнулся с тем, что его разводили на деньги и даже обманывали. Договор заключается в очень редких случаях. То есть, по сути, официальной работы в интернете очень мало. Можно сказать, по пальцам можно пересчитать такие виды. В основном договор не заключается, но все выстраивается на доверии. Пока ждете, что вам то задание подтвердят и оплатят. Это происходит не сразу, это происходит через какое-то время. Первый заработок в интернете у Никиты был всего 30 долларов. Но сегодня он получает свыше 2000. Сначала его родные и друзья не верили в то, что так можно делать деньги. Но через некоторое время поверили. В Казахстане пока это движение новое. То есть, это направление только-только начинает появляться. Оно еще не развилось. То есть, для примера, Россию взять. Там уже это более развито. Уже большее количество людей там уже так зарабатывают. Хочется отметить, что в России подобный вид заработка уже узаконен. Но в Казахстане пока об этом говорить рано. Да и при огромном количестве сайтов в интернете, налоговые органы вряд ли смогут отследить ваш заработок, считает Никита Ефимов. Караганда, кончая лениться, есть конкретная возможность не только заработать в интернете, но и открыть собственный легальный бизнес. Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтя Руспанов, Первый Карагандинский. Четвертый форум блогеров «Блог Курултай-2014» прошел в Караганде. Видные общественные деятели, а также авторитетные медиа-аналитики и известные блогеры страны встретились в Назарбаев интеллектуальной школе шахтерской столицы. Целью блогер Курултая является развитие казнета, обогащение казахскоязычного контента. Авторы лучших материалов были награждены ценными подарками. Что еще интересного было на форуме блогеров, расскажет наш журналист. Во все времена люди, которые были обременены общей идеей, всегда объединялись в общие группы. Блогинг не является исключением. Совсем недавно опытных блогеров можно было пересчитать на пальцах. Но постепенно блогинг развивался, наращивал свой потенциал. Кто не выдерживал такого бурного развития, уходил с дистанции. Оставались самые настойчивые и трудолюбивые. Эта каста блогеров сейчас занимает почетное место. Их блоги читают, на их блоги ссылаются и используются в качестве рекламных площадок. И, наконец-то, их пример достоин подражания. Я очень рад, что четвертый форум блогеров Казахстана проводится именно в Караганде, где начиналась трудовая и политическая биография президента страны, лидера нации, гнусултана Абежевича Назарбаева. Думаю, что сегодняшний форум будет форумом новых идей, новых возможностей. Потому что Караганда не только индустриальный, но и инновационный центр страны. Уверен, что одним из результатов форума станет открытие новых казахоязычных сайтов и блог-платформ. На очередном блогерском форуме принимали участие общественные деятели Республики Казахстан Бипулат Ильюханов и Мурат Абенов. Цель форума – повышение уровня информационности представителям масс-медиа о тенденциях развития современных медиаканалов в Казахстане и мире. В Караганде, потому что этот регион у нас славится хорошим качественным образованием и активным молодежью. И сегодня есть возможность, не выходя из кабинета, узнать, что в Караганде недавно были льготы для молодежи на проезд и начали новую руководитель. Я думаю, вот эти новые инструменты должны все сегодня использовать. Мы видим, что в мире сегодня происходит информационная война вокруг каких-то событий, разные политические силы пытаются распространять выгодную для себя информацию. Казахстан нужен, чтобы мы качественную информацию могли сами находить, сами в ней разбираться и правильно использовать. В программе форума обсуждались обмен мнениями выступлений экспертов о новых медиаперспективах их развития в регионе. Также в рамках форума были организованы конкурсы, посвященные 80-летию города Караганды, а именно конкурс лучших по 100 видеофотоматериалов. Проводился также конкурсный стартап-проекты. Три лучшие из них получили от Акима области сертификаты по 150 тысяч тенге каждый. В конце форума редакторы сайтов, блогеры делились своими мнениями. Как можно повысить качество казнета, именно казахскоязычного сегмента? Я предлагаю просто увеличить количество специализированных сайтов. У нас уже есть такие, например, Киностан, под руководством Вернара Бекенова, Жалгаса Ертая, Асмазра, Айжана Мухаммедова, или тоже самое Айгарагоз, специальный сайт для женщин под руководством, например, Эльвира Ергалина. То есть у нас они есть, просто их надо развить. И потом, это даже гордость, что есть 100 отборных блогеров из 17 миллионов страны. Это большая гордость. Теперь этих 100 блогеров надо превращать в 100 личностей. В Семертау завершился центральный матч второго тура казахстанской премьер-лиги по футболу. Ак-Тубе в меньшинстве отстоял ничью в матче против шахтера. Владимир Никитченко, тренер Ак-Тубе, считает, что счет соответствует матчу. 1-1. Ничейный счет, по-видимому, удовлетворил обе команды. Виктор Кумыков, шахтерский наставник, выразился о игре более оптимистично. Мы всегда так долго раскачиваемся на старте. Ничего страшного. Играли, в общем-то, две сильные команды. Футболисты Ак-Тубе забили мяч, но игроки Шахтера создавали напряжение при стандартных положениях. При счете 1-0 в пользу Ак-Тубе соперникам шахтера не хватило хладнокровия в контратаках. Ну а после удаления тяжело было рассчитывать на более удачный исход. С поля был удален Хайрулин за удар головой. Так посчитали судьи. Тохтар Жангалышбай завершил атаку команды футбольного клуба «Шахтер» голом. И до конца игры ничейный счет изменен не был. Единственный гол в ворота шахтера забил Юрий Литвиненко из Ак-Тубе. Игра в Тимиртау стала второй в сезоне между этими командами. Ранее «Шахтер» и Ак-Тубе встречались в суперкубке. И тогда победу подопечным Владимир Никитенко принес Данила Неко. Сергей Высокосов, Олжас Гамбасов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. И последняя информация на сегодня. 27 марта 2014 года в фойе Большого зала Акимата города Караганды состоится день открытых дверей по адресу бульвар Мира 39. С 9.00 до 12.00 часов можно получить консультации по вопросам социального обеспечения, оказания коммунальных услуг, предоставления жилья, пассажирского транспорта, состояния автодорог, связи, работы из КСК, регистрации объектов кондоминиума, выделения и содержания жилья, благоустройства города, землепользования, по правовым вопросам, по вопросам недопущения роста цен на товары первой необходимости. Телефоны для справок 42 11 08 41 09 47. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Аман Сауболгсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин